Доброго дня! Я всех рад приветствовать в эфире марафона Windows Change. Меня зовут Николай Смирнов, и я сегодня буду выступать с первым и с огромным удовольствием от лица тренингового агентства «Мастер-класс», которое я представляю. Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы подключились к нашему марафону. Он будет длиться пять дней. Утро, в 10 утра начинается программа, в которой мы сможем осветить разные аспекты, самых интересных и разнообразных аспектов, нюансов управления людьми, самим собой, организациями в период такого сложного времени, в котором мы сейчас с вами все оказались. Я с большим удовольствием перехожу к теме сегодняшнего моего доклада – это создание эффективных команд в ситуации постоянных изменений. и надеюсь, что буду вам полезен. Итак, друзья мои, в двух словах расскажу о себе, почему я вообще беру тему суперкоманды, почему она так актуальна, эта тема сейчас. Вообще, я этот доклад готовил к 2020 году и проводил ее на конференции HR-мэкспо, если вы были участниками конференции HR-мэкспо в 2020 году и видели меня в ряду докладчиков, наверняка, услышали часть этой презентации, которая была только на тот момент. Вот на тот момент я уже говорил, что необходима суперкоманда, необходима команда, которая может гибко реагировать на большие вызовы, с которыми сталкиваются организации. И вот сейчас уже 23-й год, и это стало актуально, по-настоящему, актуальность этой темы подросла до невозможности. И я немножко расскажу о том, что это за технология, что такое вообще суперкоманда, чем они отличаются от обычных классических команд или вообще рабочих групп. Поделюсь некоторыми аспектами. Ну и расскажу о том, какой у меня есть опыт работы с такими командами, потому что, конечно же, уже ни одна организация активно использует эту технологию. Немножко о том, что такое команда. Команда отличается от объединения людей, то есть рабочей группы, например, или просто толпы тем, что у них есть общее что-то. Мотив, идеал, такая-то целостность. И ключевая особенность любой команды, то, что участники этой команды, я обращаю внимание на вторую часть определения, участники этой команды объединены в поддержку и несут коллективное ответственность за результат. Здесь ключевое слово – это коллективная ответственность. То есть команда – это все-таки объединение людей, где они все вместе работают по направлению к улучшению общих результатов. И здесь не бесполезно вспомнить, например, такой эффект, как эффект Трингельмана. Очень интересный командный эффект, который исследовался социальными психологами. Суть этого эффекта заключается в следующем. Если взять группу людей, случайных людей, попросить их поднять максимальный вес, который они могут, зафиксировать этот индивидуальный результат, а потом начать этих людей делить на небольшие группы. Два человека, три человека, четыре человека, пять человек. И если этим людям давать возможность уже втроем, например, или в пятером поднимать максимальный вес, который они могут, то получится удивительная вещь. Окажется, что сумма максимального веса, которую может поднять группа, например, трех человек, меньше, чем сумма, которую может поднять каждый из этих людей по отдельности. То есть командный результат в действительности хуже, чем результат одного отдельно взятого специалиста. Это было доказано экспериментально и повторяется. Я на тренингах иногда провожу нечто подобное, но только не с весами, а с другими элементами. Это действительно так. Если команда обычная, она объединена общей целью, общего результата, но ее эффективность падает в зависимости от количества людей, которые в этой команде находятся, потому что их мотивы групповые. Потому что, ну, как вы понимаете, в чем идея эффекта Ренгельмана, это то, что когда я один, я только один несу ответственность. А вот если я работаю в группе, то здесь уже результат командный, и мы немножко можем подрасслабиться, надеясь, что коллеги вытянут. И вот такой эффект командного результата, он хорошо известен социальным психологам. Ну, в принципе, вы знаете, что, например, в команду приходит новичок, его надо учить, соответственно, эффективность всей команды, например, падает. Это вот еще один признак рабочей команды. Если мы посмотрим с вами на эффективные команды, а где формируются, в первую очередь, эффективные команды, там, где от командного результата зависит очень многое. Ну, в данном случае я имею в виду спорт, конечно же. Причем спорт, высокие достижения, ну, в данном случае волейбольная команда. Здесь эффекты Ренгельмана уже не наблюдаются, и более того, здесь происходит обратный, так называемый, синергетический эффект, когда команда в целом работает лучше, чем отдельно взятый участник. За счет чего это достигается? Почему вот такие команды, как, например, волейбольная команда, работают продуктивнее, чем обычная рабочая команда, которая объединена коллективными целями? Хотя у них тоже коллективная цель. Ну, во-первых, за счет тренировки, за счет огромного количества времени, проведенного вместе, отработки навыков сплоченности, отработки, в буквальном смысле, всех действий по подстраховке. Ну, вот, например, ни для кого из вас не секрет, что в волейбольной команде, если вы играли в волейбол, ну, почти все играли в волейбол, там, в лагерях детских, или, там, в школе, ну, или уже в взрослом периоде, сейчас есть возможность проиграть в волейбол, слава богу, много спортивных площадок разных. Вот, если в волейболе ты пытаешься поднять мяч сложный, ты падаешь, и пока ты поднимаешься, в этом месте, вот, та зона, за которую ты должен был отвечать, как игрок, она становится пустой. И противник, конечно, норовит туда, в эту зону, как раз обратно вернуть мяч, если у них такая возможность будет. И что делают остальные игроки? Они же не стоят, не смотрят на упавшего коллегу, и думают, справится он и не справится. Что в хорошей волейбольной команде происходит? Происходит эффект разделения зоны ответственности, то есть, если игрок на время выходит из игры, его зона становится делиться между соседями, и они автоматически, безусловно, помогают друг другу. И это усиление, взаимное усиление. Вспомните в бизнесе, как это происходит. Вспомните совещание, когда мы решаем вопрос, кто что будет делать. Там есть такой эффект, давай я сделаю. Там есть такой эффект, когда я вижу, что, например, отдел, маркетинга, перегружен сейчас делами, им падает еще одна задача сверху. Вызываю, если я добровольцем, говорю, да, ребята, давайте я вам помогу, потому что у вас там сейчас какой-то трындец. Или мы просто смотрим на это и такие, справится, не справится? Ну, если справится, молодец, премию получит. Не справится? Ну, надо работать над собой. Суперкоманды. Конечно же, они построены по другому принципу. Не так, как это выглядит в привычной сфере, то есть в обычной бизнес-среде. Суперкоманды строятся по такой же схеме, по которой строится вот такая волейбольная команда, где спорт высоких достижений, где высочайшая результативность, где от ошибки одного человека зависит победа в чемпионате. Как это возможно становится? То есть благодаря чему становятся вообще возможны такие команды в бизнесе? Для начала, конечно, стоит помнить о том, что в команде возникает огромное количество динамических процессов. Именно они постоянно снижают и не дают достичь той самой синергии за счет просто времени работы команд вместе. По идее, все достигается через многократное повторение. Это ни для кого не секрет. И если мы берем одну команду, например, и пусть она живет на 10 лет без изменений, то можно предположить, что она достигнет синергии просто за счет продолжительного времени. Но в команде происходят динамические процессы. Разделение команды на подгруппы, например. Поиск лидеров и их, соответственно, тени, то есть оппозиция. Групповое решение различного рода изменения в поведении участников, связанных с их личными вопросами или различного рода изменениями в их мотивации. Изменение ролей социальных внутри этой команды. То есть команда постоянно меняется. Туда приходят новые игроки. Они выходят оттуда. Они исчезают, появляются. У них меняются их амбиции, меняется их настроение. Из-за этого она как бы бурлит все время. Не получается прийти к синергии. Синергия только достигается до какого-то результата, сразу же начинается какой-то динамический процесс, который все это врубает. Динамические процессы, их, как видите, достаточно много. И лидеры, которые работают с командами глубоко, стараются работать с каждым из них вполне сознанно. Мы сейчас не будем на них долго останавливаться. Давайте перейдем к пониманию, что такое суперкоманда и за счет какой технологии становится возможным это создавать быстро. В первую очередь, суперкоманда, это, конечно же, команда. Поэтому она действительно объединена общими целями и интересами. Без этого команд не бывает. Что делает команду супер? Тем, что они объединены общей идеей и самостоятельно принимают решения. У них нет коллективной ответственности, хотя результат у них общий, но ответственность в них индивидуальная. Возможно ли такие команды? Безусловно. Безусловно, возможно. Как говорил известный наш ученый, академик, нобелевский лауреат Капица, он говорил, хороший менеджер, тот и тот, кто не мешает хорошим сотрудникам работать. Ну, тут я хочу сразу говорить, что такое доверие возможно в том случае, если вы работаете с ученым составом, научными сотрудниками. Там, где высокий уровень ответственности, зрелости и, ну, как бы так, самостоятельности, что ли. Когда слово «хороший сотрудник», предполагает, что сотрудник действительно осознан и включен. А что делать, если ваша команда состоит не из ученых, не из инженеров, технологов, с двумя-тремя высшими образованиями и какими-то научными изысканиями? А что делать, если у вас обычные сотрудники? Есть ли у них такая вот способность принимать решения самостоятельно? В действительности не всегда так, и поэтому к этому нужно приходить, нужно развивать в людях ответственность. И это ключевой фактор, который необходим сейчас в современном, меняющемся мире. Переложить ответственность, суметь людям помочь осознать их персонально ответственность за работу команды, за работу вообще всего бизнеса, в котором вы работаете. Вот это, мне кажется, очень важным, и это то, на что я делаю самый большой акцент в работе сейчас с бизнесом. Передавать ответственность, разрешать сотрудникам самостоятельно, глубоко понимать, что происходит с бизнесом сейчас и какие решения нужно принимать на их уровне, не обращаясь к этой постоянной структуре управления. Пять признаков суперкоманды. Первый признак ключевой, это принятие общей цели. То есть сотрудники должны не только знать стратегию компании, но они должны ее принять. Если я не принимаю, то есть внутренне не согласен с вашими хотелками, с вашими ожиданиями, что они все еще ваши, эти самые пресловутые ожидания, не мои, то есть у меня не осуществляется принятие, то есть я живу просто, ну, чтобы ходить на работу и получать на плату, то, соответственно, не будет никакой ответственности персональной. Только через принятие цели, понимание, куда мы вместе идем. Обращаю внимание к подсказке, HR крупных компаний, или, еще раз обращаюсь к руководителям крупных компаний. Глобальная стратегия никогда не может вызвать принятие. То есть если вы работаете в какой-нибудь федеральной компании, РЖД, Газпром, Роснефть. Глобальная стратегия всей этой компании, она настолько далека от отдельных подразделений, дочерних компаний, конкретных предприятий, что принять ее физически невозможно, только на уровне ценности. Это не цель. Поэтому очень важно для отдельных подразделений формулировать цель, формулировать конкретные действия на ближайшую перспективу для вашей небольшой команды или вашего небольшого подразделения. Только через это. Глобальные ценности привить отдельным сотрудникам очень трудно. Честно, очень трудно. Почти не реально. Второй признак, который делает команду супер, это открытая мотивация по вкладу. Вот здесь уже обращаюсь к чар-специалистам, в первую очередь, ну и к руководителям, которые могут влиять на этот фактор. Чем более прозрачная система мотивации, тем лучше. Я еще попозже расскажу, как это вообще, в принципе, выглядит максимально прозрачная система мотивации. Но это очень важно. Если моя мотивация не прозрачна, если я всегда задаю себе вопрос, что я могу сделать, чтобы увеличить свой доход, или что нужно сделать нашей команде, чтобы увеличить доход, очень трудно добиться ответственности. отсутствие иерархии и коллегиальное принятие решений, те самые горизонтальные компании, те самые организации, в которых решение принимается не только демократически, но еще и на уровне полномочий той команды, которая решает и непосредственно исполняет этот вопрос. Казалось бы, это такая прогрессивная идея, но в действительности ничего прогрессивного в этой идее нет. Например, в период Великой Отечественной войны процесс принятия решений опускался до уровня, ну, если мы говорим про производство, в буквальном смысле начальников, мастерских начальников участков. Например, вот такой известный есть пример, это танк Т-34, самый известный танк Второй мировой войны. Количество модернизаций, которые он претерпел с 1934 года, когда он был, собственно говоря, придуман до завершения войны, несколько тысяч. Причем на каждом предприятии, где его собирали, он отличался от того танка, который делался в тот же самый период на другом предприятии, потому что Т-34 собирался на нескольких заводах. И они отличались по конструкциям, их внешне даже можно было отличить, по корпусу, у них разные корпуса были, потому что каждый участок додумывал что-то, как-то оптимизировал процесс производства, стараясь ускорить производственные процессы и увеличить качество продукции. То есть не было такой центральной системы, которая бы сверху спускала правильную систему сборки, не было вертикального процесса, который, в общем-то, сейчас существует в большинстве производственных компаний, где ИТР спускает вниз технологию, технология исполняется специалистом, потом отделом контролем контролируется. Вот эта система в период перемен плохо работает, она слишком гибкая. Когда нужно быстро, нужно разрешить командам принимать решения на местах. Тогда есть возможность быстро модернизировать, быстро улучшать и делать другую продукцию, спускаться вниз. Естественно, такая система не лишена недостатков, но мы чуть попозже поговорим, что с этим делать. Синхронизация, взаимодействие, взаимоулучшение. То есть, опять же, пример, СТ-34 заводы между собой постоянно обменивались инженерами. Инженеры постоянно ездили на передовую, смотрели, как работают танки, общались с танкистами для того, чтобы получать как можно быстрее информацию о том, что происходит и что нужно из чего нового сделать. Это постоянная синхронизация. Постоянная синхронизация – ключевая идея. Чем больше таких синхронизирующих коммуникаций, тем эффективнее изменения. Если мы создаем такой поток постоянного потока информации о продукции, который мы производим, о процессах, которые работают, о людях, которые пользуются продукцией, тем выше эффективность. Ну и, конечно же, регулярные ретроспективы. И вот перемен. Опять же, хороший пример сейчас – это agile технология, которая просто прописывает еженедельную ретроспективу. Ну и также отсылка к Второй мировой войне, когда по итогам брифингов военно-воздушных сил в 1941 году наши летчики летали в парах, точнее, в тройках. Они летали в тройках, и оказалось, что эта система неэффективна, потому что все время кто-то кого-то терял из видов. И по итогам ретроспектив бесед после воздушных схваток пришли к пониманию, что немцы летают в парах. Это более эффективно, чем в тройках. И уже в конце 1941-го, начале 1942-го года уже наши летчики тоже пришли на полеты в парах. И это более эффективная система. За счет чего это стало возможно? За счет постоянных брифингов. И до сих пор военно-воздушные силы после каждого вылета делают ретроспективу полета. То есть, что там происходило, что кто увидел, что можно улучшить, как оптимизировать. Это постоянный процесс. Пять признаков эффективных суперкоманд. Это вот эти пять признаков, если мы их переносим на свои команды, если мы поддержим эту процедуру, если мы создаем эту приверженность, мотивацию и коммуникации, возникают те самые пресловутые суперкоманды. Как вы понимаете, создать суперкоманду в режиме на весь завод или на всю компанию крайне трудно. Начинать нужно сверху или с отдельных подразделений. Например, крупные компании «Сбербанк», «Газпромнефть», «Газпром» в целом не переходят глобально на систему работы с суперкомандами, но создают инновационные подразделения в отдельно взятых подразделениях, которые занимаются исключительно инновацией. Вот Павел спрашивает, чем же суперкоманда отличается от несуперкоманды? Ключевое отличие – это персональная ответственность каждого. участника команды за общий результат. Это самое главное. Ну, вот эти вот пять признаков, которые я только что перечислил, они делают отличие с суперкомандой, от суперкоманды. В двух словах хочу объяснить, почему суперкоманды сейчас сверху необходимы. В чем их главная, скажем так, в чем их главная потребность? Вообще, я вам очень рекомендую почитать книгу Сидорова «Русская модель управления», которая сейчас очень актуальна. Она, правда, написана в 90-е годы, но написана она, во-первых, действующему чар-директору, во-вторых, в дальнейшем ректора Ярославского Высшего государственного университета. Человека, который близок к науке, человек, который системно подошел к вопросу отличия русского менеджмента от европейского менеджмента и американского, в частности. И он не проводит параллели, чем отличается американская модель и японская, например. А он занимается исключительно исследованием в ретроспективе исторического процесса особенности управления в России, начиная от Киевской Руси, заканчивая 90-ми годами, когда писала, собственно говоря, книжка «Перестройка» и «Приватизация». Вот он сделал наблюдение очень интересное, советую по этому только почитать, что русский менеджмент, вообще русское управление все время состоит из двух постоянно меняющихся процессов. То есть процесс стабильности, когда люди как быстро аккумулируют энергию и период взрывного роста быстрых перемен. Если посмотреть, это Реодна революция, Вторая революция, Петровские перемены, перемены Александра-Освободителя, вот эти все глобальные такие изменения в обществе, которые происходят, практически все они происходили с точки зрения менеджмента по одной и той же схеме. Вкратце, они здесь представлены вот этими несколькими словами, я сейчас постараюсь их объяснить, о чем это вообще. Но в двух словах, почитайте книгу, там очень подробно, и вот почитайте книгу, Павел, чем же русская модель отличается, если у нас эффективность в 2-3 раза хуже. У нас действительно эффективность в 2-3 раза хуже, когда мы находимся на стадии стабильности. Это правда. Но наша эффективность в 5 раз выше, когда мы находимся на стадии перемен. Автор книги «Русская модель управления» Сидоров, не помню имени, отчество, к сожалению. Ну, просто «Русская модель управления», я думаю, вы найдете по названию довольно легко. Она популярна, и, по-моему, у нее было 2-е издание. Вот ключевое отличие моделей управления, точнее, ну, этих двух этапов, что в период стабильности ставятся долгосрочные цели. Мы с вами помним это, и наблюдая за текущим управлением в бизнесе, что долгое время, ну, последние, наверное, 20 лет нас учили тому, что нужно ставить стратегические цели. Нужно описывать бизнес-процессы, нужно оптимизировать затраты, каким-то образом выстраивать стабильный, управляемый бизнес, нужно организовывать такую системную, управляемую модель бизнеса, то есть такой прям, где происходит процесс постоянного выстраивания, жесткой, стабильной дисциплины, которая обеспечивает высокую результативность. И на периоды стабильности там возникают очень интересные процессы. Например, вырастает бюрократизация всего на свете, появляются злоупотребления на местах различного рода попытки продвижения близких знакомых. Ну, там все эти схемы коррупционные, все они находятся на этапе стабильности именно потому, что система начинает формировать некую схему, то есть, по сути дела, спускать сверху законы что-то ограничивающее, то есть ограничивающие свободы различным образом. Ну, а когда она опускается вниз до уровня исполнителя, как говорится, начать работать эта схема, что российские законы строгие, но все это компенсируется необязательностью их исполнения, на уровне простого сотрудника все эти системы с умными, продуманными бизнес-процессами, с техническими целями и законами начинают разваливаться, потому что на периоде стабильности никому особо это не надо, никто жестко это не контролирует, и там на уровне простого рабочего, простого менеджера по закупкам, менеджера по продажам все это не работает, потому что они всяческим образом это как-то дискредитируют, не слушаются, не выполняют, проявляют творческую так сказать составляющую, так работает наша ментальность, когда у нас сверху много законов, мы начинаем чувствовать себя свободными и как-то пытаемся от них уходить, вот в периоде стабильности система работает неэффективно, откровенно говоря, но она аккумулирует ресурс, она создает возможности и как бы создает перспективу для того, чтобы начать работать лучше, но потом начинается период перемен, как утверждает автор книги, он говорит о том, что перемены это то, что неизбежно происходит в русской модели управления, потому что она сама себя к этому подталкивает, потому что накапливаются определенные составляющие, которые приводят к тому, что в какой-то момент это становится неизбежным, и тогда модель начинает резко трансформироваться, переходит из стадии стабильности в стадию изменений, и вот здесь очень важно нужны суперкоманды, потому что обычные команды начнут не справляться, категорически рассыпаться. В период перемен вместо постановки долгосрочных целей определяются только вектора направлений, в которых мы должны работать. Вместо процессов действуют задачи. Вспомните в 90-е годы, ни про какие процессы там не шло речь, вообще никаких процессов не существовало, там существовали задачи. Прямо сейчас нужно делать вот это, а завтра нужно делать вот это. В зависимости от того, какой вектор сейчас актуален. Вектора постоянно меняются. Ключевая задача вместо оптимизации затрат это увеличивание оборачиваемости, потому что вместо того, чтобы управлять потоками, необходимо быстро, гибко меняться. Кстати, опять же, технология Agile построена на этой же схеме. Нужно не строить долгосрочные проекты на 15 лет и на 6 лет, а нужно делать коротенькие быстрые проекты, пока они актуальны, потому что уже через 3 года это будет неактуально. Нужно делать быстро. Увеличиваем оборачиваемость всего, процессов, производственных показателей, выпуска новой продукции, продажи. Все быстро должно происходить, крутиться. Чем быстрее механизм крутится, тем он быстрее начинает работать. И вот этот период действительно оптимален для управления в хаосе. Почему Россия становится все мощнее и лучше, когда ее начинают со всех сторон прессовать. Включается механизм перемен, по крайней мере так утверждает автор книги. И это начинает работать. Это начинает работать. И важный момент, последний, на который обращаю внимание, который, кстати, один из признаков суперкоманды, это группы с широкими полномочиями. Группам передаются высокие полномочия, это, конечно же, приводит к перегибам на местах различным. То есть начинают где-то чуть больше тратить денег, где-то начинают работать не в том направлении, но зато включается очень высокая мотивация и увлеченность людей. То есть они начинают работать с полной отдачей. И это приводит к каким-то изменениям. А дальше нужно просто максимально эффективно переходить к управлению этими изменениями. команды. Как объединяются обычные команды? Это классическая схема. Лидер определяет роли в командах, команда начинает общаться, формирует новые бизнес-процессы и приводит к определенным результатам. Что лучше в вопросах управления суперкомандами? Если мы говорим про KPI, то командные KPI перестают работать. В период перемен начинают работать строго индивидуальные KPI показатели. Как сделать открытую мотивацию? Как сделать так, чтобы индивидуальные KPI стали максимально эффективными? Оценивать людей по их вкладу, но не силами руководителя, а силами самой команды. То есть вырабатывать такие KPI показатели, которые позволяют эффективнее видеть истинный вклад человека. Руководитель все-таки субъективен. Поэтому очень